Привет, еще это Гоинт Мид Ивл и мы, как обычно, выживаем в лесах. У нас уже небольшое поселение имеется, есть 5 человек, и в прошлой серии мы чуть не потеряли троих, потому что на нас напали. Но мы, слава богу, выжили, залечили свои раны, как на собаках все заживает, и продолжаем здесь расстраиваться. Сегодня, как я и обещал, мы будем строить несколько зданий дополнительных. Первое здание, это у нас будет трактир, где мы будем варить Эль, а второе здание, это у нас будет развлекательный дом. Дом отдыха, как я называл его в прошлой серии, чтобы там могли наши поселенцы развлекаться. Итак, нужно понять, где у нас будет дом отдыха. Я думаю, что расстраиваться нам нужно в эту сторону, вот сюда. Так что, давай начнем строительство. Сразу же столбики. Вот такие столбики. Еще забор надо же построить обязательно. А вот это что у нас? Это глина, по-моему. Да, куча глины. Надо ее убрать, ребятки. Вот это вот надо убрать. А также нужно сходить собрать грибочки. Вот тут у нас они растут, и ягодки надо собрать. Вот это собрать. Здесь у нас будет комната. А трактир давай здесь сделаем. Трактир у нас будет небольшой. Можно даже двухэтажный замутить, в принципе. Хотя я говорил ранее, что я не хочу больше двухэтажные дома строить. Это крайне неудобно. Поэтому трактир, блин, он слишком маленький тогда получается. Надо сделать побольше. Трактирное помещение у нас будет и шире, и больше. Так что, давай мы здесь сделаем прям огроменный такой домище. Вот это уже, я понимаю, получше будет. Да. В принципе, трактир можно совместить с домом отдыха. Почему бы и нет? Ну, посмотрим, как у нас здесь все зайдет. Значит, вход в трактир у нас будет вот здесь. Можно, в принципе, с нескольких сторон сделать. Почему бы и нет? И выход с другой стороны давай сделаем. В принципе, этого достаточно. Теперь нужно окна. Сейчас будем думать, где у нас будут окна. Здесь окно. Здесь. Тут. Тут. По два окна с каждой стороны. Почему бы и нет? И вот здесь вот. Все. И вот тут пускай будет окно. Не совсем симметрично, но да пофиг. Вроде бы огонь. Также нам теперь нужно рубить деревья. Вот. О, какая огромная массивная береза. Но нет, трогать мы ее не будем. Деревья мы обычно берем где-то здесь. Волки бродят. Вот дерево можно срубить. Пропало уже. Строительством занимается исключительно сейчас Горемыка. Остальные все чем занимаются? Тома. Собирательством. Дэниел где-то в погребе бегает. Мария и Макус дома. Макус хомячит. Мария куда-то побежал. Охотится-то кто будет? Охотник у нас вообще. Охотник у нас это Дэниел. Ты притащишь нам мясо какого-нибудь? А то мы давно его не ели и не готовили. Последим-ка мы за Дэниелом. Куда ты бежишь? А он занимается собирательством. Ну ладно, собирай. У нас уже 22 часа. По расписанию наши ребята должны были пойти и заняться своими досугами. Но видимо они предпочли работу. Ну ладно, как хотят. Смотри сколько кроликов. Ух-ух-ух. Надо бы охоту поставить. Давай-ка охотися. Дэниел, выходи на охоту. Вот три кролика. Хотя нас пять. Давай. Пять. Пять кроликов на пять человек. Этого будет достаточно. Все, они дрыхнут пошли. Всей толпой. Ну ладно, пускай дрыхнут. Давай я теперь покажу, что на складе у нас творится. Складик, складик. Сладенький мой. Вон, смотри. Все битком. Ребята, давайте идите делать свои дела. Конечно, первым делом в погреб спустились. Пожрать. Прямо там в погребе. Ребята, у вас наверху там столик, есть стулья. Правда, там два стула всего. Ну ничего, скоро у вас будет дом отдыха. Там у вас будет куча столов. Ого, ты посмотри. Волк у нас по грядкам бегает. Надо бы поаккуратнее с ним. Смотрите, ребят. Смотрите, волк прямо перед вами. Что это он тут бродит? Территорию метит, что ли? А у нас тем временем доступно новое исследование, куда бы это все дело вкинуть. Плавильная. Защитные сооружения. В принципе, можно прокачать. В том числе здесь укрепленная дверь имеется. Можно бронник вкачать, чтобы делать броню. Кулинарное дело. Во, наверное, кулинарку вкачать, потому что у нас будет трактир своего рода. Бар, если так можно выразиться. Там будут у нас и пиво разливать, и кулинарку подавать. Почему бы и нет? Давай изучим кулинарное дело. А Дэниел, ты посмотри. Дэниел, наконец-то, вышел на охоту. Ура, 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 ура. По-моему, он даже уже несколько кроликов поймал. Что, что, все, кролики ее избежали? А, нет, смотри. У нас вот куча кроликов бегает. И здесь у нас один помеченный. А остальные куда-то делись. О, а что тут у нас? Такой кровавой, глиняной. Наверное, это глина здесь. Или какое-то железо. Да, скорее всего, железо. На руду похоже. Строительство нашего трактира плюс дом отдыха как-то затягивается. По всей видимости, расписание было глупо. Идея надо было просто оставить любое. Ух ты, подающие надежды. Джеффри подошел с протянутой рукой, тепло и открыто улыбаясь. Джеффри искренне хотел узнать больше о поселении Аторп и стремился оказать любую посильную помощь. Все, что ему нужно, было взамен безопасное место, которое можно было бы назвать домом. Конечно же, Джеффри, Джеффри. А можно посмотреть? Вот, вот, вот. Он у нас кулинар. Меткость у него отличная. И строительство. Ты нам нужен. У нас как раз большая стройка, так что жители подселения Аторп решают принять его в свои ряды. Ну-ка, подожди. Вот такой вот Джеффри. С такой интересной шляпкой, с бородкой. Я думаю, мы с ним сдружимся. Посмотрим сейчас его навыки. Что тут написано? Про глот. О, это не очень круто. Он очень много ест. Единственный способ запастись едой, съесть ее побыстрее. Это его лозунг. Гедонист. Нифига себе, я такого слова не знаю. Это безразвличный Джеффри. Быстро начинает скучать и создавать проблемы. Он вечно драматизирует. Ну, думаю, это нам не страшно. У нас всякие там персонажи живут в поселении. Так что все будет хорошо. В общем, как ты видишь, у меня прошел день, но стройка зависла. Не строят они потому, что, как я понадеялся, что они сами рубят деревья. Конечно. Конечно. Без моей указки они ничего не рубят. Значит, вот это срубить. Вот это тоже срубить. Погнали, ребят, погнали. А еще сейчас сразу пол надо настелить. Деревянный пол. Ну вот, понеслась жаришечка. Ребят ночью решили построить. Так, кстати, мне нужна еще одна дополнительная кровать, поскольку у нас теперь больше народу. Что у нас на втором этаже-то, подождите. Ну, что могу сказать. Придется пихать вот таким вот образом кровати здесь. Потому что места у меня тут больше нет на втором этаже. Хотя можно где-нибудь здесь воткнуть, но тут это прям проходной двор будет. Нет. Некоторым поселенцам не нравится одежда низкого качества. Шетти для них что-нибудь получше, чтобы этот модификатор исчез. Ну ладно. Значит, нам еще швея нужна. У нас же есть швейная машинка. Хотя нет, по-моему, нет, потому что исследования я не открыл. Мебель, варкаэля, консервирование, портняжный отдел. А, портняшка есть у нас, да, все. Ты посмотри, кто-то у нас в погребе заснул. Дэниел лег в погреб. Ну, так даже и удобнее. С утра проснулся и сразу пожрать есть что. Опа, на нифига себе строили мы тут себе трактир, а тут набег. Безумные убийцы. Они появились бесшумно, лохматые, с запавшими глазами. Все в поселении Аторп знали, что эти дурно пахнущие и измазанные в крови мародеры самые опасные противники. Они нападали без причины. Им было нечего терять. Черт. Все жители поселения Аторп берутся за оружие. Ух, нифига себе их скука. 5-6 человек. Блин, а у меня оружие, как обычно, нифига. Ммм, сейчас, подожди. У меня Джеффри без оружия. Хорошо. Сейчас, пока они идут, может быть, кто-нибудь сделает нам оружие? Черт. Как же так я пролетел? А, подожди, а где у меня стол? Пол оружейный. Я его разобрал, случайно? А, у меня когда пол обрушился, и оружейный стол тоже исчез. Ладно. Прибегнем к технике. Подбери оружие врага. Когда мы кого-нибудь завалим, мы заберем у него пушку. В комментариях писали, что если на тебя нападают сильные противники, все, что тебе необходимо сделать, это просто запереть дверь и закрыть своих подопечных. Можно попробовать, в принципе. Вот они начинают бежать. Сколько там лучников? В основном все в ближнем бою. Один лучник, два лучника, остальные ближнебойные. Это хорошо. Попробуем закрыть двери. Заперто. Все чувачки в доме. Отлично. Теперь попросим Макуса закрыть двери. Закрой, пожалуйста, двери. Нет, ты их должен закрыть, а не стоять в проходе. Все, красавчик, он запер дверь. У нас появилась тут красная табличка, типа, заперта. Но сейчас посмотрим, что произойдет. У нас набег. О, так они тут голожопые есть. А я боялся. Ну да, было же написано, что они в лохмотьях, и вонючие, и в крови. Так, они перебрались. Он подбегает к двери и начинает ее дубасить. Опа, на нифига себе. Они через окно стреляют. Через окно. Понятно. Вы тоже-то не стойте, стреляете, может быть. Я думаю, что их нужно настроить на агрессивность. Сейчас сделаем. Давайте вы будете все агрессивны, ребят. О, вломились в дом. Все, они в дом вошли. Так, убираем выборы. Давайте дубасьте их нафиг там всех. Кто-то у нас уже кроваточит. Слушай, ну, в доме, конечно, дубасить их проще, потому что лучники не всегда попадают вот эти вот. Так бы у нас проблем нет с лучником, по крайней мере. Кому-то там плохо. Так, а Мария, Мария, Мария. Мария у нас в сказке, но без оружия. Надо ей взять оружие. Вот, палочку, например, вот эту экипировать. Давай, бери палку и воюй. Она пройти не может. Черт. Гори, мы-ка у нас свалился. Дэниел, Дэниел свалился. Блин, Мария, возьми хотя бы меч, я не знаю. Меч возьми. Блин, Мария слегла. Да, запертая дверь, конечно, нам не очень-то ее помогла. И сейчас узнаем, что произойдет с нашим поселением. Если у нас еще один кто-нибудь упадет, то будет нам очень плохо. Так, есть. У нас три на три осталось. Два лучника и один ближний. Давайте, решайте с ним проблему. Красавчик, вот этот убегай, убегай, убегай подальше куда-нибудь. Стреляй лучше в этого. Есть победа, отлично! Лето 1353 года. Осажденные поселенцы подверглись нападению. Это испытание длилось 4 часа, почти 5 часов. К счастью, все поселенцы пережили набег. Заклятые враги не ушли безнаказанными. Пять из них удалось одолеть в ходе битвы. Горимы Корич. Ему удалось нанести больше всех ударов. Поселенцу по имени Мария Уотерс сильнее всех пришлось пострадать от рук неприятеля. Вражеское оружие уничтожило некоторые здания. Но это про дверь. В основном идет дверь из дерева. Да, они уничтожили. Ну, Мария пострадала, потому что она стояла на входе. Она была живой броней. Защищала всех остальных своим телом. И, кстати, она очень сильно истекла кровью. Надо бы сейчас ее быстренько, быстренько убираем вербовку. Ее надо срочно в кровать. Отнесите ее в кровать. Дэниела тоже в кровать. Давайте, занимаемся. Занимаемся, ребята. Эти все тоже полудохлые. Вот этого, кстати, можно прикончить. А ты куда, Макус? Подожди. Давай-ка вот этого отнеси. Куда вы все побежали? А, они агрессивно настроены. Они хотят все-таки добить этого чувака. Но давайте, я не прочь. Этот тоже побежал за вот этим вот. Но он уже убежит от тебя. Так, Джеффри, Марию залечи. Что-нибудь сделай. А то она кони сейчас двинет. Это 100%. Сейчас и вот этого добьем. Отлично, молодцы. А теперь помогайте своим же. Отнесите их в кровать. Пошли, 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 ребята. Так, Марию лечим. Это хорошо. Джеффри тоже сейчас уже скоро откинется. У него мало здоровья. Но вроде он пока бодрячком. Сколько же здесь трупов у меня в квартире? Ну и оружия достаточно. Не ожидал я, конечно, если честно, набег. Вообще не ожидал. Я думал, что зимой он будет. Но никак не летом. За лето на нас два раза уже покушались. Сейчас у нас наступит ночь. Они пойдут все спать. Мы возьмем одного какого-нибудь чувачка лекаря, чтобы он их замотал. Лучше, конечно, всего Томаса попросить, потому что у него более-менее здоровье. Гримыка даже с пробитым телом все равно идет строить трактир. Ну, слушай, за один день вроде бы мы как очухались. Даже если более точно сказать за одну ночь. Это очень хорошо. Мы всего лишь один день потеряли. Вот у нас копаются здесь могилки. И, ребята, несите сюда тело. Надо бы тело прятать. Потому что что они тут валяются? Портит вам настроение. Есть. Ну, вот и все. Всех захоронили. Теперь нужно разобраться с оружием, с которым они к нам пришли. Все, одна могилка пустая, но пускай будет. Оружие, в принципе, сюда уже перенесли какое-то. Прям тут нормально такое оружие. Нужно оружейку прям по-любому делать уже. Опа, она у нас. Томас бунтует. Бунт, бунт, бунт. Что такое? Хочет есть. Раздражение. Так ради бога, покушай. В чем проблема? Поиграй в шашечки, не знаю. Развлеки себя как-нибудь. Не страдай фигней. Поспи, пойди. Смотри, что у нас с Томасом-то происходит. У него, а нет, не с Томасом, а кто же? Где же я видел, у кого-то был... Во! Сломан нос у Дэниела. Прям критично. И ушиблен нос, и сломан нос там все подряд. А у нас уже половина трактира готова. Волки что-то тут бегают, носятся опять. Обычно в последний раз, когда я видел волка, это был плохой знак. Тогда на меня устроили набег. О, дожди на какой палил, ты посмотри. А у нас крыша в трактире не готова. Половина пола и половина стенок. Давайте, ребят, стройтесь скорее уже, а? Вы же хотите отдохнуть хорошечно? Вот, и дверь нам сделали, запилили. Это хорошо. Еда у нас тут готовится, кашеварится. Пепел надо убрать, ребят. Максус тут занимается варкой, но что-то пепел он не убирает. Вот засрадец. Ну же, ну же, ну же, ребята, совсем чуть-чуть еще стеночки осталось, и все, и потом крышу. Давай посмотрим, как это выглядит снаружи. Ну, вроде бы неплохо. Вроде бы мне нравится. Кстати, у нас осень, и я думаю, что можно закрыть окна. Все окна, которые у нас имеются. Нам, скорее всего, здесь понадобятся балочки, потому что без них мы не сможем построить крышу. Она у нас будет просто огроменных размеров. Дальше сейчас надо попробовать. Вот берем крышу, кровля из дерева. Сейчас мы попробуем протянуть ее. Ну да, размеры не очень. Все, у нас здание готово. Коробочка есть. Теперь делаем балки. Вот такие вот балки. Только надо понять, как у нас будет размещена крыша. Короче, в следующий раз я буду здание строить размером в 12 блоков, потому что 12 это максимум для крыши. Значит, берем половинку. Сейчас будем строить так же, как наш дом. Берем половинку. Значит, вот у нас получается 7 блоков. И нам здесь нужна балка. И не одна, а целых две. О, у нас и балки еще не хватает. Ты посмотри. Мда. Это залет. Походу, нам нужно будет здесь комнаты разграничивать делать. Ну, что могу сказать? Не хочу я с этим запариваться, поэтому мы просто сейчас половину разберем и заново построим. То есть, нам нужно сделать вот так. Вот это вот максималочка в ширину нашего здания. Мда. Столько сил потратили на все это. Строили, строили, теперь разбираем. Обидненько, мальца. Ну, вот и чудно. Все быстренько разобрали. Единственное, нужно будет сейчас еще дверь здесь воткнуть. Пока мы не упустили этот момент, давай сделаем. Вот так вот. Отлично, коробочка уменьшилась. Теперь начинаем делать крышу. Вот такенную крышу. Здоровенную просто. Что-то она не строится, кстати. А что ты не строишься? Скажи мне, пожалуйста, вот, все строится. Отлично. Погнали, ребята. Делаем крышу. Но внутри, я думаю, помещение все-таки надо будет разграничить как-то. А может и не надо. Типа кухню сделать. Там, где будут готовить и варить эль. Если честно, получился какой-то огроменный амбар. Ну вот и готов. О, рост влияния. Влияние в регионе. О, торб процветает и с каждым днем оказывает все больше влияния на регион. Само собой, это привлечет новых поселенцев, как и вполне возможно нежелательное внимание других поселений. Ну естественно. Как, кстати, насчет посмотреть карту. Смотрим реги... О, нифига себе, смотри, вот это наши границы. И под наши границы попадает дружественное поселение Марлстон. Вполне вероятно, если есть такая тут возможность, они пришлют нам письмо об объединении наших королевств. Влияние региона 21%. Тоже, это классно. Только построил трактир, дом отдыха и сразу же влияние возросло. Наконец-то все. Коробка достроена целиком. Убираем крышу. Здесь надо будет нам сделать, значит, что? Вот это вот мы разделим. Давай вначале мы тут что-нибудь поставим сперва. У нас тут будет пивоварня. Это прям вот обязательно. Без нее никуда, никак. она будет у нас вот здесь вот стоять в уголку. Дальше. Стол для разделки туш. Он будет в противоположной стороне стоять здесь. Коптильня. Коптильню давай мы поставим тоже внутрь, хотя, наверное, она должна не в помещении стоять. Коптильня, место, где можно повесить мясо и закоптить его на открытом огне. Я думаю, я думаю, я думаю, что нужно сделать здесь двери, вот такенные двери и сделать здесь забор. Совсем небольшой заборчик. Это необходимо нам для того, чтобы у нас был задний дворик для готовки еды на огне, на открытом огне. Для гриля, например, для шашлыков и прочего-прочего. Вот. И сюда мы поставим эту коптильню. Пускай она здесь будет. Вот здесь вот она будет стоять у нас. Вот. А чтобы сделать вот этот очаг из известняка, ну, типа печь, где можно готовить нормальную еду по-человечески, не на костре, нам нужно сделать печь для обжига. Ее, в принципе, можно разместить также здесь. А пока мы временно поставим тут еще костер, где будем готовить еду. Прямо посередине, вот так. А костер, который у нас дома находится, его можно убрать. Потому что он нам больше здесь не нужен. Мы его здесь разбираем. Я только сейчас увидел, что у меня же появились полки. Интересно, если я поставлю эти полки в погреб. А что значит если их надо поставить в погреб? У меня сразу огромное количество места для хранения появится. Так что надо будет здесь все это вытащить и поставить здесь полки хорошенечко так расставить. Ну и конечно же здесь нужно выкопать погреб и поставить там полки. Но пока эти полки пускай стоят здесь. С этой стороны и с этой стороны. Вот так вот по три штуки нормально будет. Еще мне хочется понять для чего нужна жаровня. Для красоты или для приготовления пищи. Ну скорее всего для красоты. Поскольку находится она в мебели. И вот сейчас нам нужно сделать теперь разделение помещения. Здесь у нас типа кухня. Я думаю что мы можем спокойно теперь отсекать вот так вот помещение кухни. Здесь оставить окошечко чтобы кулинары видели что происходит в зале. И поставить здесь же дверку. Или нет это окно выдачи заказов будет типа. Здесь же нам нужно разместить теперь столы. Средний стол из дерева. Или маленький стол из дерева. Я даже не знаю. Вот маленький вот средний. О слушай я не заметил есть оказывается еще и большие столы. Они прям вообще огроменные. Вот можно их и поставить. В принципе пускай все едят за одним большим столом. Как большая шведская семья. Можно в принципе их поставить даже вот так вот. Можно поставить табуретки либо стулья. Но для моих жильцов конечно же мне ничего не жалко. Поставим здесь стулья. пока что по четыре на каждый стол. Итого получается на восемь человек. А у меня сейчас поселение на шесть. Теперь нам нужно придумать здесь освещение. Естественно освещение у нас будет настенное. Вот такое вот. И можно в принципе здесь жаровню где-нибудь поставить. Типа вот здесь как-нибудь для красоты. так. конечно же как-то проводить время досуга. Стол для нарт. Можно вот здесь воткнуть два штука. А сверху его можно убрать. Вот и все. Ну что ребята у вас тут отличный трактир намечается. Так что давайте стройте. Все ради вас. Все ради классного отдыха. Смотри час ночи но ребята не ложатся спать. они прям вот а нет все таки легли. Я уж думал они будут сейчас строительством заниматься. Работы здесь конечно навалом. Они уже пару до. О Марья все равно хочет сделать кухню. Она же у нас кухарка по-моему. И Макус тоже хочет сделать трактир поскорее. Красавцы конечно. Жители измождены. Прямо до такой степени. А кстати нам кого-то нужно было полечить. Поселенцы раздражены или вроде уже все ок. Точно Дэниел у него сломанный нос. Можно его как-то подлечить? Ребят прознулись быстро едят и бегут. Бегут к трактиру. Сейчас они закончат с трактиром потом нужно делать оружейку. А вот уже первый стол большущий и стулья. Здесь у нас чего? Полочка готова с едой. Сюда сразу же еду принесли. Молодцы. Очень хорошо. Что эта полочка нам говорит? О чем вообще? Давай посмотрим. полочка говорит, что состояние раку здесь очень хорошее. Пока что ничего не гниет. О, ребята тут уже трактирчики рубятся. Смотри, на эти полки еду закидывают прям, ну, не еду, в смысле, а капусту. Полка с кучей капусты. И, походу, она будет здесь гнить. Это не очень хорошо, конечно. Здесь уже заборчик достроили. Стенку между кухней и зоной трактира достроили. тоже у нас готово. Здесь два столика у нас есть. Ох, красота-то какая. Я бы здесь еще одну жароню. О, подожди, жители измождены, жители несчастны. Что такое? Тот, кто несчастный. Макус заснул прямо здесь. Дэниел один рубает, поэтому он несчастен, а Макус изможден. Поселенцы без сознания. Надо бы его тащить, Дэниел. Тащи его в кроватку. Давай. глиняные кирпичи. Но нам нужен известняк. А чтобы сделать известняк, нам нужен версток каменщика. Его здесь поставим. Кухня у нас го... О, наконец-то! Пивоварение есть. Терпкое вино мы можем делать из красной смородины. Не зря мы ее выращивали. Эль делается из ячменя, мы его не выращивали. А пиво, ячмень и травы нужно. Значит, делаем вино. Ребята, как можно больше. У нас огромная куча просто этой смородины, поэтому давайте соточку. Соточку бочек с вином нам. Я думаю все-таки сделать еще алтарь деревянного дуба. Пускай ребята молятся, я не знаю, куда-то его здесь вот воткнуть на улице. Кто хочет, пускай вот два алтаря, пускай молятся. Знаешь, что я забыл? Я забыл на кухне тоже факелы сделать. Тут капец темно. Сейчас поставим, сейчас все будет. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что поскольку у нас в доме освободилась кухня, можно кухню переоборудовать в оружейную. Мы здесь поставим швию, которая будет шить одежду, у нас как раз скоро зима, и полку с одеждой. По-моему будет хорошо. Кто-нибудь хочет вино сварить, ребят? О-о-о-о-о! Отлично коптильня появилась. Можно коптить теперь мясо здесь. И разделочный О-о-о! Смотри, Макус начал варить винишечко. Давай, Макус, красава. К успеху идешь, будешь отличным пивоваром. Е-е-е! У нас одна почечка вина... О-о-о! Мусор появился на полочке, но его быстро вынесли, это хорошо. У нас одна бочечка готова, но я ее не вижу, если честно, где она у нас находится. У нас, кстати, построился алтарь дуба. Если что, ребята тут молится, решил посмотреть, можно ли на этих полках хранить одежду, но нет, здесь только еда, ткани, лекарства. Я сейчас здесь все убираю, за исключением еды, чтобы на этих полках, которые находятся у нас на кухне, хранилась только еда. О, арестант. Дойл! Постоянно оглядывался по сторонам. Окровавленные волдыри на щиколотках, но это я уже читал. Короче, арестант. Давай посмотрим, что у него есть. Горное дело, животноводство, красноречие, прям такой знатный, рукастый чувачок-то, возраст 27 лет. Возможно, на вас нападут через пару дней пять лесников, разбойники-лучники и свирепый лесной разбойник. Ну, в принципе, оружия у меня уже достаточно. Мы принимаем поселенца, и враги на нас нападут через один день, ну, почти через два дня. Вот, теперь у нас дойл есть, надо его залечить хорошенечко. У нас, наконец-то, вот построили верстак каменщика, и нужно бы это дело производить и копать. Ну, то есть, копать известняк и делать из него кирпичи. Ух ты, смотри, Мария молится. Ну, пускай отпускает свои грехи и тому подобное. То есть, в принципе, на один алтарь по два человека могут. Здесь у нас будет, значит, что верстак лучного мастера, вот с этой стороны. Вот так вот его поставим. Здесь у нас будет верстак столярный. Вот он. И швейный стол. Швейный стол мы поставим вот здесь. В принципе, все разместилось. Ух ты, смотри, Джеффри загорелся зелененьким, он очень счастлив. Он прям радостный, и это классно. Надо, чтобы все были радостные. О, блин, нифига себе, у меня в огороде дерево выросло. Надо его срубить. Оно нам тут не очень-то и нужно. Максус празднует свой 25-летний день рождения. Тортик, винишечка, винишечка у нас теперь есть. Макус спит на пол. А, точно, нам нужно кровать срочно сделать. Макус наржался и спит в трактире. На самом деле, просто у него нет кровати свободной. Кровать мы сейчас сюда воткнем. Я забыл про это дело. Вот так вот она у нас тут будет. Нам, кстати, еще надо раны Дойлу залечить. Он же у нас кровоточит. Давай-ка, подлечим его. И надо посмотреть, кто у нас без оружия. Без оружия у нас Мария и Дойл. Надо их вооружить. Благо, с оружием у нас теперь проблем нету. У нас внизу его дофига вон лежит. Можно каски кому-то даже одеть. У кого, кстати, шапки нет? Шапка, шапка, шапка. А у всех есть. У нас, кстати, есть деревянные доспехи. Латы. Ничего себе. Значит, Горемыку мы сейчас приоденем. Пускай он одевает шлем. Горемыка, иди одевайся. Вот красавчик. Шлем одел. Теперь давай ты оденешь латы или деревянные доспехи. Че лучше? Давай латы. Экипироваться. Во, в латах, красавчик. Мощно смотрится. И теперь надо решить с оружием. Ну, давай ты возьмешь вот эту вот пику. Она как-то посолиднее выглядит. Во. Все, Горемыка у нас вооружен. Ты у нас возьмешь давай пику тоже. И также оденешь доспехи. Хоть доспехи у нас и убитые, что латы, что вот эти деревянные. Мария прям вообще мощно выглядит. Боец, е-мое. Но, тем не менее, хоть чуть-чуть они дозащитят. У нас тем временем строительство в доме. верстаки, полочки, вот полочки, значит. Все равно сюда еда и ткани в основном. Эх, 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 эх. А можно как-то сюда назначить зону, там, не знаю, военный склад, вот сюда. Блин, и где же мне тогда хранить одежду? На полу ее хранить, это вообще кощунство. Вот же я, блин, слепой, совсем стар стал. Вот, стойка для оружия у нас есть, а также есть стойка для доспех, но я ее пока не изучил. Давай посмотрим исследования. Короче, прикинь, в Альманахе нашел стойку для доспехов, а у меня ее нет. Вообще нет. А как мне ее сделать? У меня только стойка для оружия. Как же мне сделать эту стойку для доспехов? В исследовании я все прошерстил. У меня есть мебель, которую я изучил, здесь есть стойка для оружия, но для одежды такой стойки нет. Это как? В бронике тоже нет, в партняжном деле тоже нет. Это куда ж мне вкачиваться-то надо? Прям какая-то западня. Ладно. Ставим, короче, следующее. Вот это разбираем, она тут нам не нужна. А стоечку для оружия мы ставим здесь. Желательно несколько. Вот. Готовенько. Вот и оружие начинает сюда складывать, смотри. Дубинки, лук и все остальное. О, кстати, лук есть. У кого меткость хорошая, надо вооружить их луком. А еще, а еще, я хочу сделать здесь небольшое возвышение, где будет стоять мой человек и стрелять оттуда. Можно даже побольше это возвышение сделать, а лестницу наверное лучше перенести, слушай. Лестницу мы сделаем посередине, а здесь продолжим, чтобы и в ту, и в ту сторону можно было стрелять. Ребята, что-то в трактире тут делают, варят, мясо вон, шинкуют, тут готовят, полки тут забиты, надо полок побольше сделать. Где есть возможность полки воткнуть, надо втыкать. Пускай все будет лучше в полках и на полках лежать, чем где-то на полу. Вот. Все, полок здесь еще понаделают. Ребята, постройте, пожалуйста, кровать на втором этаже, чтобы человек мог поспать нормально, и вот эти вот штуки возведите. Здесь будете стоять вы, чтобы отбиваться от нападающих. Ну, в смысле, лучники будут сюда сбираться, возвышение для них специально. Можно даже, в принципе, сделать, знаешь, вот такую вот штуку, типа ограждение для дома. Во. И здесь сделать двери. Ух, сколько волков-то набежал-то, а ты посмотри, кроликов тоже достаточно много. Давайте, ребята, рубите, рубите, надо срочно забор доделать, через 6 часов к нам придут. Большой оравой захотят у нас дойло забрать. Набег. Жестокие вымогатели. Смуглым тюремщикам нужен был ваш поселенец Дойл, и они пришли. Значит, сдать человека нет. Мы дадим отпор. Идите гуляйте, Василий. Вы продолжите стоять на своем, и они нападают на нас. Ох, нифига себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек. Ребят, вы там забор достройте, пожалуйста. Достройте забор срочно. Прям вообще капец, как срочно. Вот это вот надо достроить. Там что-то колотит. А, полочки. Полочки это хорошо. Ребят, ну достройте забор. Че у вас? Опять враги начинают атаку. О, дожили. Горемыка, давай. Давай, красавчик. Так, это кто у нас? Вот забор дострой. Давай, 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 горемыка. Есть. И вот это вот еще дострой. Горемыка куда-то побежал. Вот это вот еще дострой. На Джеффри назначено уже. Где эти бандюганы? Где они? Вот они уже близко. Блин, если у нас дырка в заборе будет, я вообще не прощу. Куда вы все побежали? Срочно достройте забор ваш уж налево-то, блин. Капец, куда вы бежите? Они идут драться уже все сразу. Ну, почему вы не достроили вот это вот, а? Ну, как с вами общаться можно? Там уже кто-то воюет, ёпарасете. Томас, ну ты чунгачкук. Значит, все бегут сюда. Все домой, все сюда. Прям бегите, бегите, бегите. Блин, чё там происходит-то? Ах, Томаса наказали. А чё ты там делал, Томас, а? На кой чёрт ты туда побежал? Вот же засранец. Так, ребята, все сюда я сказал. Какого лешего Джеффри тут делает? Сюда беги, блин. Дэниел, наверх. Отстреливай. Джеффри тоже наверх. Кто-нибудь, закройте дверь. А, уже всё. А, уже всё. Сейчас мы, короче, по-крупному отхватим по ходу. Давайте, воюйте, ребят. Лучники, конечно, раздают нормальненько так сверху. Прям очень хорошо. Чёрт! Отбивать куда-то вот эти два чунгачку побежали, это очень хорошо. Пускай они куда-нибудь бегут. Чё, всё, хана, походу, да? Всех мы их завалили. Эйх! Всё, поражение. Так, ну и чё, чё мы будем делать? Джеффри пока отстреливается. Давай, есть ещё одного подстрелил, красавчик. Джеффри, конечно, молоток. Ой, Дойлу там хана вообще конкретно. Так, забей. Не стреляй в него. Дойла срочно в кровать отнеси. Надо бы прямо вот его подлечить. Мальца. Томас у нас жив там? Где Томас? Томас нормально. Да, огребли мы, конечно, знатно. Вот если бы они достроили вот эту штуку, вот постоянно, когда какие-то набеги, войны, я чё-то не успеваю достроить. Это просто катастрофа какая-то. Вот ты просишь их, просишь, а им вообще хоть бы хны. Вот хоть бы раз научились на своих проступках. Вечно вы чё-то не достроить и не сделаете и мы огребаем. Ну, не постоянно, конечно. Это второй раз просираем и набег, а все остальные мы выигрывали. Всё, залечили Дойла. Давай всех остальных. Тащи всех. Вот, Дэниела надо затащить. Джеффри, стой, какой спать? Ты чё, с ума сошёл? Всех надо тащить. Потом поспишь. Дело не в проворот. Сейчас ещё за Томасом бежать. В лес. Какого лешего Томас так далеко убежал? Я вообще не понимаю, конечно. Так, теперь нам нужно за Томасом. Давай. Я понимаю, что неохота, тебе хочется поспать, ты ещё и воевал сегодня весь день, но надо, надо, дружище. Я смотрю такой, а Макус что-то какой-то подозрительный. Вроде бы все такие кровоточат всё, а Макус здоров. Тыкуй на Макуса, а он в конце карты стоит. Он, видимо, за кем-то бежал, что ли? Наверное, да. Скорее всего. Ну, короче, у нас два поселенца, и Макус вообще, по-моему, не пострадал. У него состояние здоровья отличное. Скорее всего, он даже, когда только война началась, сюда убежал. Засранец. Ну что ж, я думаю, что пора закругляться. Зима близко, сейчас идёт осень, скоро будет зима. И надо шить тёплую одежду, чтобы у меня никто не замёрз. Трактир мы построили, а в следующей серии мы всё-таки займёмся строительством забора и огородим свой маленький городок от нападения. Ну, а на сегодня это всё. спасибо, что смотрел. Пока. Увидимся в следующем ролике.